Здравствуйте! Сегодня я начну распаковку вот с таких необычных вещичек. Вот я купила такой искусственный лед для съемки. Можно на него бусы положить, так раскидать его между украшениями, чтобы он очень красиво смотрелся. Вот такие 5 кубиков льда искусственного. И тарелочку. Тарелочку тоже для съемок я купила. Брошки на ней, наверное, хорошо, потому что у меня есть палетка. Я такую сделала такого же типа. Вот у меня есть палеточка. Она красивая, но мне захотелось еще и что-то другое. Вот такое гипсовое. Гипсовый такой цветочек. И поэтому я купила вот эту тарелочку. Но она немножко вот пришла с дефектом. Тут видно вот дефект маленький. В принципе, это не считается. Я ее все равно собираюсь перекрашивать. Тарелочка гипсовая. Пришла очень хорошо упакованная в коробочки, в пупырки. Все с ней в порядке. Я ее буду перекрашивать, наверное, в белый цвет. И немножко так ее пошкурю. И будет такая у меня тарелочка для съемки. Следующим. Филигрань. Вот такую красивую филигрань. Купила. Элементики 22 миллиметра. Они немножко такие вогнутые. Мне они понравились. Для вышивки использовать их очень красиво. И, наверное, те, кто делают сережки, можно вот сюда вставить камень и подвесить их. Они очень хорошего качества. Такие плотненькие. Не мягкая-мягкая филигрань. Красивая. В упаковке идет таких 20 штук. Вот такую филигрань купила. Большие элементы. В упаковке их идет 10 штук. Почти 7 сантиметров на 4 сантиметра. Они односторонние. Здесь цветочные такие элементы. Купила я их. Их можно и обшить просто куда-то вот так вставить. А можно в чокер очень красиво их применить. Или для браслета. Смотрите, вот если вот здесь сделать центральную часть браслета, вот это как бы вот будет часть, которая идет уже к застежке. Вот так. Тоже можно применить их. 10 штук в упаковке. По-моему, есть три цвета. Еще очень интересная филигрань. Листик. Просто искала листики. Другие золотые, обычные для розы, которые я вам показывала. И вот нашла вот такие. Их всего идет две штуки в упаковке. Я так понимаю, что это хорошего качества. Хотя они стоят не очень дорого. Полтора доллара для сережек. Вот здесь у них ушко есть. Но я их купила, опять же, для подвесок, для вышивки. Сережками я не увлекаюсь. Еще интересный элемент. Пока перейдем к керамике, о которой я упоминала. Хочу показать вам несколько других вещей. Вот он называется, не помню как, в конце дефлёр. Вот такой переходничок. У которого нет задней части. Он чуть-чуть выгнутый. Из него очень хорошо сделать цепочку. Я его, в принципе, купила для цепочки. Элементов их 30 штук таких в упаковке. Такое черненое золото. Скорее всего, их надо будет покрывать сапан лаком. Не знаю, по цене они так прилично стоят. 3 доллара 30 штук. Не знаю, но купила я его для этого кабошона. Я купила себе вот такие кабошоны, 5 штучек. И мне показалось, что вот такой элемент в украшении с таким кабошоном будет красиво смотреться. Таких элементов есть много разных. Я купила, по-моему, и подвеску такого типа, но в серебряном цвете. Но вот эти именно мне понравились тем, что у них на самой вот этой плашке она такая вся неровная. У неё есть такие вот выбоинки. Она немножко такая винтажная совсем. И очень хорошо сделан вот этот элементик, сам рисуночек. И маленькие они. Для цепочки очень хорошо подойдут. Ещё одну такую вещичку. Купила вот столько бусин, кубиков стеклянных. Всех расцветок. Покажу вам расцветки. Вот такие. Там есть ещё. Но я решила вот такими удовлетвориться. Во-первых, я покажу вам только один цвет. Во-первых, они хороши, как проставочные бусины. Они неровные. Я покупала такие керамические, то есть с эффектом керамики. Такие блестящие, непрозрачные. Вот эти прозрачные бусинки. 100 штук упаковки. Вот видите, вот такие. Они не очень ровные, да. Они может быть по ширине и ровные, но по длине точно все разного размера. Вот есть коротенькие, длинненькие. Но если делать украшения, особенно летние украшения, там с бисером дешёвым. Вот я люблю вот их вставлять. Я уже вам показывала, у меня было такое украшение одно. И цвета очень красивые. Стоят они что-то полтора доллара, по-моему. Вот такая маленькая упаковочка. Поэтому, в общем-то, не очень дешёвое такое дело. Но цвета очень красивые и мне понравилось. И вышивку, наверное, можно вставить их какую-то, если их калибровать. Так, а теперь керамика. Керамика интересная. Вот такие огромные бусины. Как всегда, мне казалось, что они будут поменьше. Но я не жалею. В чокер поставить такую одну бусину и вокруг что-то сделать. Очень красиво. Таких бусин, по-моему, больше нет. Уже там позиция закончилась. Но они очень красивые. Они такие типа грани. У них там внутри всё это есть. В общем, бусины красивые. И дырочка у них, видите, не очень большая. То есть, метод Оксаны Сферидовой с заглушками подойдёт к ним. Потому что я делала украшение с Далматионом. И там были намного большие дырочки. Мне пришлось вставлять заглушки внутрь. Потом очень красивые керамические бусинки. Вот такие квадратики. Синенькие с бордовыми пятнышками. Не знаю ли видно. Там есть такие красные пятнышки. Таких квадратиков. 13 миллиметров у них размер. 20 штук в упаковке. Это всё в одном магазине. Известном уже. Мередо он называется, по-моему. Заметьте только, что они отсылают свои покупки отдельно от общих посылок. Я когда заказываю, всегда у меня как бы два раздела появляются. Общие посылки и магазин этот. Поэтому я уже научилась. Я заказываю всегда отдельно эти вещи. Так, теперь очень красивый, опять же, кулон. Не очень дорогой. Размер у него 5 сантиметров. Смотрите, какой керамический красивый кулон. Есть только такая расцветка. Жалко. Я бы таких кулонов брала больше. И на обшивку, и просто так. Задняя сторона у него никакая. Просто керамика без эмали. Поэтому, наверное, всё-таки стоит его обшить. И что-то сделать с ним. К нему, но кулон очень красивый. Собственно говоря, к нему я купила эти синие бусины. Но они не подошли по тону. Совсем другой синий здесь. Хотя можно скомбинировать. Ничего страшного. Но кулон очень красивый. Мне понравился. И, в общем-то... А, вот ещё вот такие бусинки. Я их уже покупала в бежевом цвете. Теперь купила вот в таком цвете. Они мне очень нравятся. Они очень красивенькие. Их тут 10 штук, 18 миллиметров. Смотрите, какие красивые бусины. Очень красивые. Я купила их в бежевом цвете. А эти просто сказка. Накупаю керамики. Пока ещё ничего с ней не сделала. У меня какие-то мысли крутятся. Но никак. Я, наверное, тоже сделаю какую-то серию. Просто заставлю себя сделать керамические украшения. Посмотрим, что получится. И, в общем-то, собственно говоря, ради чего я всё это затеяла. Ради чего я начала всё это покупать. Вот я когда увидела вот такие вещички, я не могла устоять. Смотрите, какие чашечки для браслетов. Такие вот. Здесь тоже у них проблемная вот задняя часть. Она не покрыта эмалью. Но я... Вот здесь даже одна отбитая есть. Но это совсем не страшно. Это керамика. Её можно покрасить и покрыть лаком. Под лампой, смотрите, можно из фима сделать им лепесточки. Смотрите, какие красивые. Их по 10 штук в упаковке. Причём размер у них там очень такой колеблется. От больших до более мелких. Купила такие же вот. Светло-голубые. Эти более плоские. В браслеты стиля Боха. Я подумала, сделать несколько таких вот между крошкой какой-то. Будет просто шикарно. Такие красивые браслеты будут. Правда, это керамика. Керамика, она всё-таки хрупкая. Я бы делала их из папье-маше. Может, и сделаю когда-то. Папье-маше с ним ничего не становится. Единственное, что оно немножко размокает при дожде. Но если его покрыть хорошо лаком, ничего с ним не будет. И поэтому люди, предпочитающие керамику, я их не понимаю. Из бумаги, из картона сделать такие вещи намного лучше. Но, вот, теперь посмотрите ещё. У них, вы видите, задник наполовину не покрыт эмалью. То есть надо или лаком, наверное, будет их покрывать. Они, в принципе, стойкие, но всё равно это глина. И вот самые красивые. И всё в одной позиции это продаётся. А может, не в одной. Я дам все ссылки. Посмотрите. Одна, кстати, вот зелёная мне попалась. Остальные такие тёмно-бирюзовые. Но они с золотым таким ободком красивым. Смотрите, какие красивые бусинки. Это вот тёмно-зелёная, изумрудная. Вот эти тёмно-бирюзовые. Вот, не знаю, или видно. Сейчас я как-то пытаюсь сделать свет. Все по 10 штук. Вот в этой позиции видно разброс размеров. Вот в тех двух поменьше. А вот здесь вот прям видно разброс этих размеров. То есть они не обещают вам, что придут все одного размера. Но здесь разброс очевиден. Кстати, вот такой наборчик для браслета, мне кажется, даже предпочтительнее, чем те, у которых размеры почти одинаковые. Очень красивые бусинки, мне очень нравятся. Так, с керамикой разобрались. Дальше. Вот такую брошь купила. После броши попартовской, цветной, мне захотелось чего-то однотонного. Она только брошь, не подвеска. Сделать из неё подвеску, конечно, можно сюда прикрепить. Но просто так использовать её как подвеску я не буду. Здесь у неё вот немножечко какие-то заусеницы. Можно даже взять и вот здесь вот покрасить эмалью немножко. Но я не буду её ничего. Просто обошью её как обошон. Сделаю какое-то украшение. Очень красивое матовое золото. Мне нравятся сейчас новые вот эти все вещи появились. Вот в таком виде матовое золото. Есть такие даже шапочки. Я уже, правда, купила. Мне девочки сказали, что они ломкие. Но проверим их. А вот брошь очень мне понравилась. Она пришла очень хорошо упакованная. Вот пупырки внутри и в мешочки, и в ещё и в таком конверте хорошем. Дальше, как всегда, приключения. Я заметила серьги. Вот такие же клубнички, но прозрачные. Всё было прозрачно. Не было зелёных вот этих вот стебельков. Всё, всё было у неё прозрачно. Клубнички заказала. И магазин мне через какое-то время написал, извините, у нас этого нет в продаже. Выбирайте что-то другое. И я вам дам ещё купон на 4 доллара. Только, пожалуйста, выберите. Но так как эти клубнички оставались, я решила всё равно клубнички выберу. Я их взяла для того, чтобы сделать подвесочки такие маленькие, или на браслет, или на какое-то лёгкое украшение летнее. И ещё там были вот такие сливы. Посмотрите, какие сливы шикарные. Причём одна слива вот с листиками, а другая просто на веточке, с одним листиком. Это с двумя, а это с одним. Асимметричные серьги. Я хочу сделать из них, не знаю, как ещё, но обязательно подвески. Может, вот сюда два кольца как-то протяну. Здесь легко, вот здесь можно протянуть кольцо. Очень красивые серьги. Они тяжелючие. Поэтому только как подвески. Но сливы великолепные. Давайте посмотрим, может, на этом будет видно их. Нет, на жёлте хуже. На чёрном тоже не видно. В общем, сливы. На светлом лучше всего видно. Ещё купила вот такие две подвесочки. Они предполагают, наверное, быть серёжками. Но я их хочу тоже кулоном подвесить. Две штуки всего идут в позиции. И последняя на сегодня. Решила купить цепочку акриловую. Но она не просто акриловая. Она немножко такая вот... Мне очень нравится цвет бисера такой есть, коричневого. Такой чайный. И вот такая цепочка. Она неразъёмная. Насколько я так её проверила уже. Она неразъёмная. У неё как бы есть какие-то спайки. Но они закрытые. То есть разобрать её нельзя. Только откусить. Хочу попробовать сделать украшение. Во-первых, она очень лёгкая, эта цепочка. Её можно и на браслеты использовать. Есть там несколько размеров таких цепочек. И вот что-то такое сделать. И это акрил, опять же, хорошего качества, который не портится сразу. И ничего с ним не становится. Вот такая цепочка. Можно сделать действительно браслет из нескольких. Такой боха стиль. В общем, красиво. Сейчас я посмотрела на свой кабошон. Даже вот можно какое-то украшение сделать сопутствующее кабошоном. Можно просто на неё что-то подвесить. Она крепкая. Хорошая цепочка. Метр её идёт в позиции. Так что здесь вполне можно сделать вот два таких коротких украшения на цепочке. Можно её в два сложить. Цепочка мне понравилась. Надо попробовать другой размер. Это очень нежненькая. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. До следующих встреч. До следующих распаковок. Не забывайте нажимать на колокольчик. Вас ждёт ещё очень много интересного на моём канале.